Дорогие коллеги, первым я бы хотел поблагодарить Валерию Луфту за приглашение на эту конференцию. Я всегда сюда рад приезжаю. Я уже чувствую себя как дома, не только потому, что я сюда рад ездить, но и потому, что моя жена из этого города. Так, Валерий мне спросил, что я бы поговорил о организации нутриционной поддержки в Чесской Республике у больных с онкологическим заболеванием. На этом слайде я хочу показать главный проблем медицины в наши годы. Это так называемая доказательная медицина, потому что это методы нутриционной поддержки. И для каждой методы кто-то хочет сделать студию доказательную медицину. Каждый ищет что-то, как бы чудесную пилулю или чудесную стрелу, что кто хочет. Но жизнь не линейная, но мы все думаем, как в линейном виде, в линейном мышлении. Вопрос такой, что, например, есть вопрос, если лучше парентеральное или энтеральное питание. Вот, чем вопрос у онкологических заболеваний. Но и потом люди, как Darren Highland, сделают мета-анализ, в котором анализируют все работы с 1976 года до 1996 года. И они покажут, что парентеральное питание не имеет никакого влияния на смертность онкологических больных. Конечно, если кто-то начал парентеральное питание в 1996 году, наверное, он это начал у этих больных, которые находятся в рефракторной кафекции. Значит, если мы будем читать и анализировать работы, нам надо, как Валерий сказал, утром очень точно их анализировать, смотреть, какие были выводы этих работ. Не только думать, что если мы видим более протеина, если мы видим более пищевые волокна или какие-то жиры, если будет нашим людям лучше. Надо просто калькулировать в этой сырой зоне. Онкологическое заболевание никак не отличается или ответ организма на онкологическое заболевание не отличается от ответа, например, на заживление ран. Это воспалительный процесс. Если есть воспалительный процесс, а вы все помните, как вы кушаете, когда есть у вас воспалительное заболевание, например, грипп. Кушаете во время группы? Гриппа нет, потому что вам есть плохо. Вы бы не кушали никакое ядро, если десетель, если кавиар, пусть ничего. Потому что есть потеря апетита и из-за воспалительного процесса. Воспалительный процесс связан с протеокатаболизмом. То есть, что вы потеряете масу тела. Он тоже связан с циклизацией глухозы, об этом я буду говорить завтра, потому что есть вопрос, если вадить глухоз, с больным гипергликемией. Я думаю, что просто мы еще не оценили. Значение глухоза в питании мы знаем очень мало. Но что мы знаем, что есть повышенный катаболизм. Конечно, если мы терпим заболеванием воспалительным, мы не двигаемся. Если мы не двигаемся, так мы потеряем мышечную массу тела. А если мы хотим лечить больного, который уже не двигается, уже в рефракторной фазе кахекси, он не будет никак улучшаться, в никаком случае. Нам надо думать о лечении здесь. То есть, если у больного на премьере планирована неоадиовантная терапия, то значит, если он получает химотерапию, лучевую терапию, и у него уже на планированное хирургическое лечение, точно он будет в малонутриции во время хирургического лечения, через 2-3 месяца. Не можем думать, что он будет улучшаться перед лечением. Если у него будет потеря кишечника, если у него воспалительный процесс, уже надо думать, что будут проблемы с питанием. Следующий вопрос, это вопрос количества, потому что много здесь было сказано, количество субстратов. Нам надо думать об этом, что есть ситуация сохранения, то значит, базальные условия, сохранительные условия, и есть ситуация выздоровления или реабилитации. Это другая цель. В этом случае мы хочем, чтобы человек потерял, чем меньше белка, тем лучше. Если человек в фазе выздоровления, к сожалению, он уходит из больницы, нам уже он не интересен, но специально в этом случае он должен получить более белка, более сахара или более энергии. Почему? Потому что если он должен опять получить свои мышцы. Но если мы видим более белка, это ситуация, базальная ситуация, здесь автор, это LookTapy, сделал и Эрик Джеквьер, если повышили количество белка, сахара и жира человеку, который лежал в кровати, так что сделали? Повышили только катаболизм белка, повышили катаболизм сахара и весь жир сохраняется в жировой ткани. Почему? Каждая культура знает, что когда он не двигается, мышцы не растут. То значит, что повышение энергетических субстратов и белка должно быть связано с какой-то активностью. Я думаю, что Илья Лидерман показал, что если больный двигается, если они с ним пассивно его двигают, повышается уже энергетический вид и энергии, расход энергии. Но если мы хотим вводить это количество белка, больный должен скушать 500 граммов мяса или хорошего белка. Это то, что никто так очень не знает, то значит, что они скажут, что он уже кушает, вышел из больницы и кушает чуть-чуть каши, чуть-чуть хлеба, чуть-чуть выпьет, но он должен скушать это количество мяса, чтобы через четыре недели, когда он будет упражняться, четыре раза в неделю в фитнес-центре получил четыре килограмма мышечной ткани. Это работа. значит, что нам надо контролировать прием и сделать добавки немедленно у этих больных. Если даем сиппинг, надо объяснять больным, в чем дело, потому что, если вы скажете, пейте, если вам это не нравится, не надо все выпить. Есть у нас таких сестер, таких диетологов, которые скажут, вам не нравится, ну так не берите. Надо объяснить, что это лечение, что это нет, что это имеет смысл. И надо то, что с ним сказать, было показано, что сиппинг не понижает аппетит больных. Больные не кушают меньше, когда они получают сиппинг. Теперь, как в нашей стране. В нашей стране нам удалось сделать нутриционные центры во всей стране. У нас теперь более чем 80 нутриционных амбуланций, в которых работают врачи пять часов через неделю. Конечно, когда мы спросили, потому что это оплачивает страховая компания, но когда мы хотели, чтобы страховая компания оплачивала зарплату врачей и главным образом питательные смеси или смеси запретарного питания, мы должны были дать какие-то гарантии. Что это значит? Первое, мы должны сделать, что мы понимаем заболевание, патофизиологию. что мы знаем, какая задача нутриционной поддержки, потому что об этом никто не думал. Какая есть задача? Есть это, чтобы ребенок растел, есть, чтобы раны заживлялись, есть, чтобы получил медицин. Конечно, он должен найти вещество для питания и контролировать эффект нутриционной поддержки. Это самый важный проблем, что надо сказать. Цель, чтобы больный мог двигаться по лестнице, например. И потом надо за какое-то время сконтролировать, если он может двигаться. Какие условия есть для врачей? У нас есть курс, значит, что врач, который хочет, чтобы его работу страховка оплачивала, а чтобы оплачивали питания для больных должны получить лицензию или специализацию, если он хочет работать в домашнем parentalном питании. Конечно, он должен иметь контракт страховой компании, потому что без контракта страховая компания ему не дают деньги. И опять он должен для страховой компании определить цел нутриционной поддержки. каждого сказать, если исполнил эту цель или нет. Нельзя просто писать нутриционные смеси, которые берет внук, который культурит, знаете, как у нас так может быть в стране, надо просто знать цел. Как получить лицензию, она необходима для домашнего питания. Это несложно в нашей стране. Это только двухнедельный курс в нашей стране, две части курса, а двухнедельная практика в больнице, которая имеет специализацию и аккредитацию для обучения больных. Мы так это сделали, потому что есть специалисты, которые не хотят, я думаю, что есть некоторые специалисты, которые не хотят, чтобы другие врачи знали их специальность. Но в этом случае, когда мы это так сделаем, не будет внутричневая поддержка в нашей стране. Это значит, что надо думать об этом, чтобы врачи могли сделать эту специализацию, потому что для них очень сложно уезжать своего города, где это учиться, а так. Надо быть позитивным к врачам. А конечно, они должны иметь какую-то специализацию по базовой медицинской дисциплине, как интернист или хирург, или что-то такое. Практический врач. А потом, если все удается, так врач получит, что страховка оплачивает. Она оплачивает дополнительное патентеральное питание, она оплачивает две паковки в день. Но две паковки, можете сказать, что это немного, но больный может еще одну паковку купить, а если он уже купит, у него уже 50% внутридцерной поддержки. Но если это полное интеральное питание, страховая оплачивает 3000 чешских крон, и это хватит на полное интеральное питание. Если убавляет зонд или gastrostомат, он автоматически получает полное интеральное питание, конечно. А что касается парентерального питания, страховка оплачивает 3000 чешских крон в день, а с этих денег возможно купить мешок, энтеральные или энергетические субстраты, как аминокислоты, жировые эморозии, углероды или глукоз, в этом случае добавки, как электролиты, микроэлементы, катетры, и все ориентировать на сосы, необходимые для парентерального питания, и вещи, как перчатки, стерилизация, и другие. Нам удалось сделать эти центры в начале нового миллиония, и вы можете посмотреть, как повышалось количество людей, которые имеют домашнее питание, но что мы видели, что главным образом это болния с опухолами, это надор, это опухол, это красные, это неврологические болния, это панкреатопати, главным образом это были люди с сиппингом, значит, что главным образом, кто приходил с сиппингом, что касается парентерального питания, у нас 14 центров, у нас 141 болных на домашнем парентеральном питании, это с 11 года, когда мы сделали последний анализ, средний возраст, и как долго у нас болния от 4 недель до 25 лет на домашнем парентеральном питании, я думаю, что это просто уже обладает, и какие болния, опять 44% болния с опухолами, и 7% болния, это количество павуша после радиации лечевой терапии. Почему? Потому что специально 10 лет назад женщины с раком шейки матки были облучены, а теперь эти женщины приходят с pseudo-обструкцией, с повреждением кишки для лечевой терапии. Специально потому что 15 лет назад мы использовали старые лечевые оборудования. Ослежнение на домашнем пантеральном питании очень редкое. Например, что касается инфекционных ослежений, у нас в стране есть один, запитая один про инфекцию для тысяч тетрн дней. То значит, что один должен получить в среднем одно инфекционное ослежнение через три года. Так могу сказать, что это достаточно безопасная метода. Это катетры, которые мы используем в брови, как в катетрах. Некоторые онкологически получают порт, если он у них был. А что самая важная ситуация есть в том, что 17% больных на домашнем пантеральном питании больные, которые работают, зарабатывают деньги, full экономical активность, полная экономическая активность. Это больные на пенсии, потому что они уже пожили, это только это часть больных, которые экономически неактивны, но еще не пожили. Но 28% людей живет без никаких проблемов. 38% говорят, что у них есть каких-то проблемов, но они в полности двигаются, в полности живут. А только 1,4% больных в кровати. Это значит, что результаты неплохие. Но у нас до сих пор была проблема с онкологическими больными. Почему? Потому что каждый год 10 тысяч новых больных, которые нужны нутриционной поддержки. И в этой системе у нас была возможность лечить только 6 тысяч больных. Максимально 10 тысяч больных. А больные должны были ждать 3-4 недели, когда они могли идти в амбулацию нутриционной поддержки. Это была важная проблема для больных, потому что я вам сказал, что у больных анкологических больных надо начать нутриционную поддержку сразу. Когда я вижу, что больные уже не кушают воспалительный процесс, надо что делать. Мне надо его послать куда-то, а он ждет 2 месяца, 1 месяц на нутриционную аббуланс так. Так мы опять начали как воевать за нутриционную поддержку, так мы сделали первый контакт с президентом общества онкологии, это был в то время профессор. Первая информация для онкологов на их конгрессе, а то, что самое важное, первое, мы сделали 65 тысяч брожюр для пациентов онкологических, чтобы им объяснили, что нутрицина поддержка важной части их лечения. Потом мы сделали исследование, в котором мы видели, что 20% новых людей, которые придут к онкологу, есть в каком-то риску нутриции. В месте это 10 тысяч новых пациентов. А потом мы сделали анализ chirurgических больных с нутриционной поддержкой формой сиппинга, что мы показали, что больные, которые получали оперативную нутриционную поддержку, у них понижалось количество расколу раны, расходные анастомозы, инфекционные осложнения и повторная госпитализация в течение 180 дней. А нам надо было тоже показать, что это имеет смысл в деньгах, так мы показали, что нутриционная поддержка в форме сиппинга снижила затраты за лечение и за материал, специально за медикаменты и антибиотики. Ну а с этими результатами мы это закручение этого студия, это было снижение числа постоперационных осложнений, снижение колико дней и ацинение снижение лечения, цены лечения во время 180 дней после операции. И с этими результатами мы пришли опять в парламент, сделали семинар с депутатами парламента. В то время я был президентом нашей асоциации, это министр здравоохранения. Слава Богу, в то время этот министр здравоохранения был бывший директор нашей больницы. Так было чуть-чуть легче мне с ним просто говорить. А мы говорили с этими депутатами и нам удалось, что в онкологии каждый специалист по онкологии может назначить два пакета сыпинга в день в течение двух месяцев. То значит, если онкологический больник, если у него есть какая-то проблема, так мы должны просто... Так каждый онколог имеет право и он имеет ответственность, потому что он может это написать, а он имеет ответственность. я бы хотел сказать, что нутриционная поддержка важной частью лечения онкологических больных. Если мы хочем, чтобы лечение нутриционной поддержки имело какой-то смысл, нам надо говорить с онкологами, чтобы они потом назначали переписывали. Самая важная часть в том, что кто-то должен оплачить, это очень долгая дорога. Спасибо за внимание. Спасибо.